Всем привет, на связи ITDistrict. Сегодня мы поговорим с вами об очень интересной теме, а именно о том, как правильно обучаться новым навыкам через самообучение, не только. Наверное, этот путь и неизбежен, даже если вы обучаетесь на каких-то курсах. Я расскажу вам о своем опыте и про все мифы, которые связаны именно с этой тематикой. Но сначала немножко рекламы. Если вы хотите научиться разрабатывать сайты, то у меня для вас есть хорошая новость. У меня есть очень много различных курсов по созданию сайтов на системе WordPress без знаний программирования. Все эти курсы сейчас доступны по 300 рублей и идет большая распродажа. Так что записывайтесь на обучение. Или если вы хотите, чтобы я вам под ключ создал сайт или разработал мобильное приложение, то также я могу для вас это сделать. Ссылка на сайт с распродажей и все ссылки для связи со мной есть в описании к этому видео. Итак, очень многие предпочитают пройти путь все-таки через самообучение. Они приступают и на них вываливается мнение якобы специалистов, которые утверждают, что нужно все делать с самого начала правильно и идеально. Нет, 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 вы рехнулись. И что происходит в результате? Для того, чтобы все сделать идеально, вам нужно сначала изучить одно, потом другое. Это забирает у вас огромное количество времени, а также сил. А уж потом вы сможете сделать какую-то очень простую вещь, которую могли бы научиться за несколько часов или минут, а не тратить на это целый месяц. Я очень часто обучаюсь. В год я примерно прохожу от 10 разных англоязычных курсов. Как тебя зовут, паренек? Плюс я обязательно уделяю 2 часа в день на самообучение, так как в моей профессии мобильного разработчика без ежедневного обучения никуда, или ты просто отстанешь и будешь неконкурентоспособным. И за эти все года самообучения, и не только самообучение, обучение на курсах, я понял одну вещь, что навык, которым вы хотите обучиться, нельзя с самого начала начинать с идеального освоения. Нужно научиться этому навыку на таком уровне, который позволит вам достичь нужного быстрого результата, а уж потом можно улучшать свои навыки и доводить до идеала. Вспомните себя в детстве, как вы учились, например, я не знаю, там плавать, кататься на скейде или велосипеде. Но вспомните, вы научились сначала кататься, лишь бы как, лишь бы не упасть, лишь бы как-то проехать криво, но главное проехать, а уж потом вы тренировались, развивали свой навык до идеала. Теперь давайте перенесемся в плоскость мобильной разработки. Вот у вас есть кнопка, при табе по которой вам нужно запускать какое-то новое активити, например. Если вы начнете думать, как это сделать правильно, то вы начнете копать и изучать датабайдинг, затем вы узнаете о концепции Android архитектур компонент, затем вы задумываетесь, какую все-таки правильную архитектуру, по какому паттерну вам стоит работать, а уж потом вы вернетесь к тому, к чему начинали, скажете, ой, стоп, я же хотел просто узнать, как обрабатывать таб по кнопке. И вы просто реализуете обычный таб по кнопке буквально за 5 минут. И этому навыку можно было научиться за 5 минут. А вы потратили на осознание, да, безусловно, нужных технологий, в лучшем случае месяц. Вместо того, чтобы получить быстрый результат прямо сейчас. Вместо этого вы начинали изучать технологии, которые бы вы намного легче освоили позже, когда научились бы делать что-то простое, например тот же таб по кнопке. Ведь осознание того, что вы сделали что-то простое, но сделали его сами, пусть криво, но сделали все-таки, заряжало бы вас идти дальше. Мой посыл в этом видео прост. Сначала научитесь делать что-то простое, пусть неправильно, пусть криво, Пусть лишь бы как, но добейтесь первого результата, вы не поверите какие эмоции вызывает это особенно в сфере программирования и в целом в IT индустрии. И эти эмоции позволят вам идти дальше, развивать свой навык. Вот об этом я хотел сегодня поговорить с вами, на этом на сегодня все, всем пока.